Масленицу Доброе время суток, уважаемые любители вышивки. Это мой второй отчет по знаменитой такой картине Масленица. У меня же на душе стало теплее. Появилась вторая лошадь уже в упряжке. Уже и третья теперь показалась. Вот видите, часть третьей лошади уже начала вышивать за время. Месяц прошел, как я делала прошлый отчет. Была в пряжечке только одна лошадь, вот светлая первая, которая появилась и вторая. Но я бы, может быть, больше вышила. Но одновременно у меня еще четыре процесса. Я вышиваю у Оксаны Дерезы еще в одном совместном проекте. Кстати, я в начале видео не сказала, что с этой работой как раз я в совместном проекте у Оксаны Дерезы вышивальные приметы участвую. Вы знаете, наверное, да многие знают, что лошадь, вышивать лошадь или, тем более, вот бегущую по этой успех взяла. Но пока я свое желание не буду говорить, с каким желанием начала я вышивать. Ну, будем надеяться, дай Бог, с Божьей помощью сбудется. Вот. Но мне, знаете, девчонки и мальчишки, конечно, все больше и больше начинает нравиться эта картина. Тут вырисовывается прям полный такой деревенский колорит. Я сейчас ее раскрутила с рамки, потому что она у меня же натянутая была, когда в работе-то. А сейчас, чтобы вы почувствовали хотя бы какого она размера, она все-таки внушительных размеров, это будет картина. Вот. И я ей, и она немножко сейчас так как-то, ну, свисает, в общем-то, на этих я, потому что ее тут вот немножко оттянуло и отстегнуло. Естественно, она где-то неровно, где-то, может быть, заломы какие-то вот здесь вот есть, потому что я же ее сворачивала. Она же на полностью, на рамку. Рамка у меня меньше, чем сама канва, поэтому я ее сворачиваю. Вот. Ну, ничего, мне кажется, он сейчас так вид, он вид, не портит. Вот. Все, что нам нужно с вами увидеть, мы увидим. Это прежде всего, конечно, вот уже теперь вырисовалась точно троечка, что это тройка, что это парень с девушкой, что это уже деревня, вот видите, какая и церквушка там, и избушки. Уже две сплетницы уже стоят там вовсю, сплетничают про нашу молодежь. Ну, куда без этого денешься? Никуда. Мне прям так, знаете, на душе прям вообще просто светло. Я как будто там, в этой деревне нахожусь. Вышиваю я ее, конечно, с удовольствием. Еще раз повторю вам, потому что в тех видео я говорила, вышиваю я ее не крестиком, я вышиваю ее в полукрест, в три нитки. Девчонки мне там писали уже комментарии. Вот одна, не помню как, простите меня, пожалуйста, что я не помню, как ваше имя не была готова к этому затронуть этот момент, но уже вы поймете, про кого я говорю. Она тоже выбирала, готовилась к вышивке этой картины и выбирала, каким методом, крестом, полукрестом, сколько нитей. И вот, посмотрев мой прошлый отчет, она была удивлена, что я в полукрест, но хочу сказать, что не менее... Вот вид, я не вижу, что... Вот издалека я смотрю, уже имея опыт вышивки, я не вижу, что это крест, полукрест. Может быть, да, может быть, сочность как-то красок отличается. Крест может быть полный, если тоже, может быть, сочнее были бы нитки смотрелись, но она и так яркая, эта картина. Не знаю, мне нравится. Вот, это мой второй отчет. То есть сдвиги у меня все-таки такие впечатляющие, ну, во всяком случае, для меня. На тот момент, как я вступила, у меня было половины картины вышитой. Сейчас у меня на сегодняшний день осталось два листа вышить. Два листа и немного вот от третьего листа. То есть это вот верхушка осталась. Это небо, там домики, кустики. Это вот здесь вот эта часть. Сейчас покажу вам полную картину, которая будет нас ожидает. Вот, я ее, у меня тут два таких было на набору. Я один вырезала вот картиночку. Подробности уж не буду рассказывать, почему я ее вырезала. Но вот такая прелесть нас ожидает, видите? Но это, конечно, не всем может понравиться, потому что это только любители деревенских пейзажей могут оценить это. Вот, я вам похвалилась. Спасибо большое, что были со мной. Я думаю, что следующий отчет у меня практически уже будет к завершению идти. Ну, планирую, дай бог, заснять видео, когда будет уже третья лошадь готова. Потом уже окончание, завершение работы. Все-таки работа же большая, и двумя отчетами, мне кажется, тут не обойдешься. Придется снять еще отчетика два, наверное. Все, всего вам доброго, всем желаю. До новых встреч, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова